Ребенок замирает, немножко глазками хлопает. Так как ребенок был развит и всесторонний, такой интересный, эмоциональный, я думала, ну, немножко притворяется, она такая артистичная девочка была. Как оказалось, дочь Анны страдает эпилепсией. Позже к замиранию прибавились еще и приступы падения. Пока подбирали подходящие препараты, ребенок не мог разговаривать. Однако сейчас, благодаря лечению, ее жизнь приходит в норму. Либо добавляется доза, либо убавляется. Какой-то убирался препарат, другой ввелся. Мы живем на этих препаратах. Девчонка учится хорошо, не скажу, что отлично, но на 4-5. В общеобразовательной школе программу усваивает. Программу школы для родителей усвоила и сама Анна. Сейчас женщина не хуже опытных эпилептологов знает, как обеспечить своему ребенку комфорт. А вот для тех, кто впервые столкнулся с проблемой, считают уроки Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства необходимыми. Работники центра учат организовывать быт, отдых и развлечения с учетом особенностей болезни. Отвечая на занятиях на популярные вопросы, верит Наталья Загайнова, врачи значительно облегчают жизни детей и родителей. Всегда возникают вопросы, чаще всего даже не медицинского характера, какие секции можно посещать, как правильно оказывать помощь при приступе. Возникают вопросы, ответы на которых на обычном 15-минутном приеме врач не успевает дать. Поэтому социально-просветительную работу проводим на школе. А просвещать людей необходимо. По словам врача, в обществе до сих пор живы стереотипы, с которыми стоит бороться. Иначе это может негативно сказаться не только на самих больных, но и на тех, зачастую случайных, людях, что во время приступа спешат на помощь. Толкает ничего в рот, да, человеку ни в коем случае не нужно. Очень важно положить человека на бок, то есть важно, чтобы язык не запал. Положить человека на бок и постараться вокруг оглядеться, чтобы во время судорога человек не травмировался. После этого необходимо просто подождать, пока приступ не пройдет. Однако стоит помнить, его продолжительность не должна превышать двух минут. Если судороги длятся уже более пяти, следует вызвать скорую. Скорее всего, купировать приступ придется при помощи медпрепаратов. Правильно подобранное лечение, говорит Елена Азарова, позволяет избежать побочных эффектов и достигнуть ремиссии. Отсутствие приступов в течение года. В таком результате сегодня нуждаются более двух с половиной тысяч алтайских детей, страдающих эпилепсией. И для них снова открыты двери медицинского центра. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...